Дети на лыжах сегодня блуждали по лесу в окрестностях оздоровительного лагеря Саулык. Здесь стартовали чемпионаты первенства трех федеральных округов по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Его участниками стали юные спортсмены из Приволжского, Центрального и Северо-Западного округов страны. Почему соревнования проводятся в Автограде, в чем отличие зимнего спортивного ориентирования от летнего и какие приборы используются во время гонки, расскажет Алексей Гарнышев. Соревнования включают несколько этапов. Сегодня первый – маркировочная индивидуальная гонка. Ее участники, девочки и мальчики от 12 до 18 лет, отправляются на дистанцию каждую минуту. Таким образом, старт длится больше двух часов. Состязания в Набережных Челнах должны были проходить только для спортсменов Приволжского федерального округа. Однако причуды зимы и здесь сыграли свою роль. В Центральной России и на Северо-Западе страны просто не оказалось снега. Поэтому состязания трех округов объединили, в результате чего участников стало больше 500. А спортсменам из других регионов приходится приспосабливаться к нашим условиям. Наши места сильно отличаются от этих. То есть у нас почти нет снега. Мы катались по льду, а здесь просто горы, снег и другой рельеф. Конечно же, это намного тяжелее становится для нас. Перед самым стартом участникам выдается карта. Из-за того, что руки во время гонки заняты, она крепится на специальный планшет. Пройти дистанцию нужно на скорость. Однако ориентировщики отмечают, что главное – соблюсти баланс между скоростью и определением своего положения на маршруте. Просто ехать, понимать, читать дистанцию. Не ехать быстрее. То, что лыжи едут быстрее тебя, ты не думаешь. Вот это не надо делать. Если совмещать здесь скорость и У, то тогда ты точно займешь первое место, как мне кажется. В отличие от классического спортивного ориентирования, маркировочная гонка не подразумевает поиск контрольных пунктов. Они расположены вдоль трассы. Однако не все так просто. Существует два вида контрольных пунктов – ложный и истинный, которые отмечены на карте спортсмена. Подъезжая к контрольному пункту, он отмечается на кнопке «Да», если этот пункт находится в его карте, и «Нет», если не находится. Ошибочное определение КП обойдется в штрафную минуту. Для фиксации времени и отметок у каждого ориентировщика на пальце специальный чип, который он и прикладывает к нужной кнопке. В чемпионате, соответственно, у нас участвуют и мастера международного класса. Порядка 34 человек – это только мастера. Порядка 15 человек – мастера международного класса. Впереди у спортсменов еще два дня соревнований. Классическая лыжная гонка, эстафеты из трех человек и спринт. По их результатам лучшие спортсмены отправятся на соревнования более высокого ранга. Финал спартакиада учащихся. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны 24. Дмитрий Кравченко, Челны 24.